Гордо реет, буревестник, черные молнии и подобные. Итак, магазин Кастко, Холлсейл. Это тот же самый магазин, такой же, в принципе, такой же. Очень похож на Сэмс Клаб и на Биджей. Они одинаковые, в принципе, магазины. Тут надо получать, покупать карточку. Хай, тут нужно покупать... Тут нужно покупать карточку. Член, за сколько стоит карточка за год? Алла, сколько стоит карточка за год? Такая 110. 110? Да, ну это же 2% назад. Я плачу 50. Да, ну это же 2% назад тебе возвращают. Все, что ты покупаешь, тебе до конца года возвращают? Да, за каждую покупку. А ну, то есть, он себя окупит все равно? И потом, да, он у нас за... Отлично. Итак, 110 долларов в год платите за членство. И, пожалуйста, становитесь членами. Хоть кем угодно. Пошли посмотрим, в чем разница. Я несколько раз сюда заходила, но мне показалось, что тут цены немножко выше, чем... Чем цены покупали? Нет, я покупала в этом, в Биджейл. Ну, 399. Телефончики. Так, органик нам не надо, потому что все тут органик, это слишком дорого. И вот такие вот ребра стоят 18,40. Вот, граунд... Лэмблэйк. Это ягнята. Ну, как они называются еще по-другому. Сказать честно, конечно, тут выбор такой побогаче. 16-17 долларов и такой кусок вырезки свиной. Это не вырезка, но я ее называю вырезкой. 4,99. Чикен. Та же самая цена, что и в Сэмсклабе. Это по 105 долларов курица. Морепродукты. Ой, какие крабы! Ой, балдик. Я таких найдила крабов здесь еще. Честно, я первый раз вижу такие крабы. Так, ребра 25 долларов. Ого-го, как много. Ого-го. Ого-го. И сколько же здесь? Ой-ой-ой-ой-ой. Это на год не хватит. 2,79 за паунт. Вот это опять брэд. Это уже органик. Органик стоит дороже. Вот это уже замаринованное мясо. Крылья и... Да, крылья. Крылья с гарликом, с перцем и со всем прочим. Это что такое? Мясо заваривает. Да, конечно, тут выбор гораздо богаче, именно мясной. Курочки, курочки, курочки. Курочки, курочки, курочки. Курочки. Вот они, бонлес и скинлес. Смотри, Алла, 14-15 долларов. Посмотри, 6 упаковок. Это уже без костей. Да. И без кожи. Вот берешь такую красоту. Я сейчас, кстати, ее возьму, эту красоту. И пусть лежит в морозилке. И вот надо тебе котлеты всегда... У тебя всегда котлетки будут... У меня всегда котлетки будут свежие. Вот уже готова еда. Готовы салаты, все готово. Если, допустим, вам надо кого-то в гости пригласить, день готовить, все уже готово. Там и соус, там и креветки, все открыли, пожалуйста, и наелись. Салаты готовы, все готово. Что угодно. Очень здорово, конечно. Американцы не запариваются. Когда ждут гостей, они не запариваются. Не заморачиваются. Готовые пироги поставил в печку. И даже супы есть. Даже супы обалдеть могут. Свежий фреш-продюс. Все свежее. Ну, понятно. Ай, как холодно, тут морозилка. Тут просто морозилка органика. Всего 5 долларов. Вот это стоит красота. Ой, как холодно. Ой, как холодно. 4 доллара. Такая красота. Ой, пошли отсюда. Морозилка для кому-то. А как же так морозилка сюда не поступает? Удивительно. Все нарезано. Не надо покупать, не надо чистить. Все нарезано, все готово. Ну, наверняка сейчас такое продается, наверное, во всех странах. Ну, опять же, я же давно не была где-то там за рубежом. Такие интересные упаковки. Я таких уже упаковок не видела в всем складе. Обычно все в мешках. Такие ящики. Ящики стоят 13 долларов. Апельсинки наши. Флоридские. Лимоны 7-8 долларов. Мешочек. Лайм. Банантики. Да, бананы надо, 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 не надо, не надо, не надо, надо. Это она вот такая громадная. 1,360 кг стоит 3,89 кг. Кото-чиз. Кото-чиз это творог. 4,99 кг стоит вот такая большая покупка. Мешеческая сладкая манго. Почти 3 с лишним килограмма. Ой, какая вкусная. Что? 4 пан-баг. 2 баги. 1,8 кг. 2 килограмма. 4 пан. 2 килограмма. Надо брать. Замороженный пайнапл. Как он опять, как его называть? Пайнапл. Господи, как на русский перевести. И вот драгонфрут. Я никогда не ела этот драгонфрут. Если честно. Замороженная клубника, замороженная черника, голубика или как она называлась? И дальше. Я взяла манго взяла. Ой, я обожаю манго. Фитчес это персики, вишня, свечи. А, это черешня. А, это черешня.